Здравствуйте! В центре внимания в эфире в студии Евгения Монакова. Сегодня будем говорить о возможностях для бизнеса. На студии находится руководитель бизнес-инкубатора Егор Дымов. С ним, собственно, и будем вести беседу. Здравствуйте, Егор! Добрый день! Бизнес-инкубатор. Звучит так, если честно, как будто человек пришел к вам, ему фактически все готовое предоставили и в тепличные условия какие-то его поместили. На самом деле, что такое бизнес-инкубатор? На самом деле, как вы говорите, это выглядит примерно вот так же, потому что бизнес-инкубатор оборудован всем необходимым для того, чтобы человек начал работать. То есть, если это предприниматель действующий или это человек, который хочет стать предпринимателем, он может к нам обратиться, подать заявочку, соответственно, на сайте. Мы его отберем. И после того, как примется коллегиальное решение о том, что этот человек будет помещен в наш бизнес-инкубатор, соответственно, ему предоставится полностью готовое рабочее место с компьютером, принтером, секретарем, можно так сказать, менеджером, который будет осуществлять почтово-курецкие услуги. И поэтому он полностью готовый к работе офис. Слушайте, звучит, правда, абсолютно фантастически для многих предпринимателей, я уверена, особенно для тех, кто в области находится, именно так и звучит. Но сейчас есть такие возможности. Благодаря чему появился бизнес-инкубатор? Благодаря кому? Потому что я знаю, что этот проект, несмотря на то, что он открылся недавно, существовал еще до этого времени. Да, мы в тестовом режиме уже работали в течение года, и уже некоторые предприниматели нас полюбили, у нас уже работают благополучно. Но вот 29 ноября... Октября. Октября, прошу прощения, да, сейчас ноябрь, октября. Мы сделали официальное открытие, правительство утвердило субсидию на бизнес-инкубатор, и поэтому в рамках субсидий, в рамках поддержки предпринимательства мы будем работать и продолжать поднимать наших предпринимателей, наш бизнес. Это накладывает на вас какие-то обязательства? Ну, до этого вы работали без субсидий, да, сейчас вот субсидия появилась? Ну, дополнительные обязательства, конечно, накладывают, потому что, во-первых, это расширяет возможности других людей, потому что раньше у нас, значит, вот это пространство офисное существовало на частные инвестиции, на деньги предпринимателей. То сейчас это государственная субсидия, и, конечно, фильтр, он расширен, теперь предприниматели, много предпринимателей имеет возможность попасть в этот бизнес-инкубатор и получить рабочее место в нашем заведении. То есть, если раньше у вас были какие-то для себя приоритетные направления, то сейчас их гораздо больше. Их гораздо больше, да, и все открыто, все на сайте, все можно посмотреть, отправить заявочку, мы побеседуем. Посмотрим, какой у вас бизнес, поможем где-то, проконсультируем. То есть, очень много возможностей. Вообще, что такое собеседование? Давайте вот об этом скажем, потому что сразу люди многие пугаются. Пугаться ничего не нужно. Это легко пройти это собеседование? Пугаться ничего не нужно. Нам нужно, главное, понять, чем вы собираетесь заниматься в будущем. То есть, у бизнес-инкубатора есть определенные ограничения. То есть, там микрокредитные организации не могут располагаться, ломбарды, игорный бизнес. Ну, то есть... Это совершенно разумные ограничения. Да, это эти разумные ограничения. То есть, если вы не собираетесь организовать казино, то welcome к нам в бизнес-инкубатор. А там неважно, да, производственный это бизнес, либо это, не знаю, там, продажа, торговля, опять же. Аптово-розничная продажа и торговля, она тоже не попадает в наш бизнес-инкубатор. Это больше услугоориентируемые такие или производственные направления, которые бизнес-инкубатор может закрыть. Ну, вот смотрите, за год тестовой работы сколько вы убедились в том, что действительно есть такая потребность в рабочих местах, потому что не все готовы снимать в аренду офисы, да, и не у всех позволяют обороты, объемы бизнеса? Конечно, есть. Потому что, во-первых, в чем большой плюс? В том, что предприниматель, попадая в наше пространство, он автоматически становится участником всех процессов, которые там протекают. А там есть люди, у которых уже есть большой опыт работы, есть люди, у которых начинающий опыт работы, есть люди, которые занимаются маркетингом, есть люди, которые занимаются настройкой рекламы в соцсетях и так далее. То есть человек, попадая в наше сообщество, ну, давайте так назовем сообщество, он уже автоматически присоединяется к тому движению, которое там происходит. И, конечно же, стартовые условия для этого человека становятся легче и лучше. То есть он уже начинает понимать, общаясь с ребятами там внутри, где что легче, дешевле, правильнее сделать, где напечатать правильно продукцию, как правильно сделать дизайн, как быстро сделать себе сайт, к примеру, для того, чтобы представить свой продукт своим пользователям. Ну, вот все эти возможности дополнительно открывает бизнес-инкубатор. И плюс, что немаловажно, это менторство, то есть есть опытные предприниматели, которые могут подсказать, слушай, ну, давайте сделаем вот так и так, это работает, не надо тратить деньги, пробовать и так далее. А как это выглядит? Ну, они все сидят на своих рабочих местах, да, все заняты своей работой. Или это какие-то обучающие семинары, вот как это? Есть несколько способов коммуникации. Во-первых, да, у нас периодически проводятся какие-то мероприятия в бизнес-инкубаторе, и само пространство, человек же не может сидеть постоянно работать. У нас есть зона кофейни, у нас есть зона отдыха. Человеку периодически нужно отвлекаться от своей работы, и в процессе знакомства, в процессе, не знаю, общения обычного. Кофе-питие, да, даже кофе-питие, за чашкой кофе, поделиться мыслями, это самое главное, потому что вот когда человек, люди начинают коммуницировать друг с другом, вот здесь вот и происходят очень важные события. А у вас есть примеры, когда отдельные разрозненные предприниматели объединились и сделали какой-то совместный проект? Ну, далеко ходить не надо. Наш амурский бизнес-фарватер – это разрозненные предприниматели, которые работали в офисе, не начали трудиться над общим делом создавать амурский бизнес-фарватер. Кто-то занимается больше дизайном, кто-то занимается продвижением, кто-то занимается наполнением этого продукта. И в целом уже многие предприниматели, многие ходят на наши мероприятия, мы начали очень плотно работать с агентством «Мой бизнес», и все вот это вот начало завязываться в какую-то вот такую субстанцию, которую приятно осязать. Ну, я надеюсь, действительно, благодаря программе это еще больше объемы нарастятся, и действительно бизнес-сообщество поймет, что общаться, обмениваться какой-то информацией в рамках даже вот такого одного пространства – это очень полезно для бизнеса. Это очень полезно для опыта и для бизнеса, потому что одно дело, когда ты опыт нарабатываешь сам благодаря времени, другое время, когда тебе с тобой делится опытом, который уже отработан по времени, то есть ты быстрее набираешь жизненного опыта, это очень важно. Ну, вот он смысл инкубатора, собственно, сейчас раскрыт был полностью. Спасибо вам за это, Егор. Ну, давайте по параметрам еще раз, да, для того, чтобы попасть в бизнес-инкубатор, не обязательно даже быть прописанным, да, где-то на территории Амурской области, но обязательно нужно вести бизнес здесь, да? Ну, обязательно, да, нужно, чтобы юридическое лицо либо было зарегистрировано, либо в дальнейшем было зарегистрировано в Амурской области, потому что мы амурский бизнес-инкубатор, да, мы считаем своим долгом, чтобы амурские предприниматели в первую очередь развивались. Но прописка, конечно, не важна. Если это начинающий предприниматель, то что ему нужно иметь, чтобы прийти к вам на собеседование? Смотрите, нужно для начала отправить заявочку, чтобы это проходила процедура, она строго прописана, с регламентом, мы, к сожалению, не можем ее перепрыгнуть. Отправить заявочку, мы пригласим этого человека на собеседование, посмотрим, что у него есть, вообще в целом, чем он хочет заниматься, что у него есть. Ну, что должно быть? Идея? Идеи мало. Мало. Нужен какой-то бизнес-план и пошаговая его, скажем, реализация. Мы даже поможем доработать все эти моменты, если вдруг у человека какие-то возникают с этим проблемы. Дальше мы поможем зарегистрировать компанию, мы поможем проконсультировать в поиске найма персонала, если такая необходимость. Налоговые консультации мы сможем, бухгалтерские консультации, юридические консультации. То есть весь перечень услуг для того, чтобы компания успешно стартанула, у нас там предприниматель, начинающий предприниматель может получить бесплатно. Совершенно бесплатно? Весь этот комплекс? Да. Ну, вот это да, действительно. А если идея будет интересная, и она будет привлекательна для инвесторов, ну, это тоже следующий шаг бизнес-инкубатора, потому что есть сообщества предпринимателей, которые, в принципе, готовы вкладывать в интересные проекты деньги. И мы вот в этом плане будем всячески содействовать людям, которые хотят заниматься бизнесом. Ну что ж, Егор, спасибо вам огромное за интересную беседу. Надеюсь, будет повод встретиться и рассказать о каких-то уже конкретных проектах, которые выросли в бизнес-инкубаторе. А вам удачной работы. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня с гостями был Егор Дымов, руководитель бизнес-инкубатора. Вы смотрели программу «В центре внимания». До встречи в эфире.